Ну, лично у меня примеров таких не было, потому что я именно не вел спортсменов, точнее я веду спортсменов, но это больше в Мэнс Физик, это молодые парни, обычно у них серьезных проблем нет по здоровью, но я представляю, что люди, просто читая информацию, у которых есть проблемы вышеозвученные, протрузии и так далее, с позвоночником можно выступать, просто, скажем так, нужно подбирать упражнения, которые позволяют, скажем так, убрать этот негативный характер, то есть это любые силы и нагрузки, потому что то же самое приседание с ногами, если его можно заменить, сжимом ногами, хотя бы приседанием в гайке, какая спина зафиксирована, ну, насколько большой результат добиться, значит, просто от многих факторов вывести диеты, от использования добавок различных и не только, поэтому это такой глобальный момент, здесь тяжело сказать, можно ли видеться результат или нельзя при наличии какого-то определенного заболевания, то же самое GSM-BOS, на котором третье место на Олимпии занял на связи дисциплина, у него диабет второго типа, человек поступает и на очень высоком уровне делает отличную форму, поэтому, я думаю, тут от человека может очень зависеть. Это ясен. Второй такой вопрос, я, по-моему, у тебя даже в инстаграме видел, ты ходил на физиотерапию, на такую механотерапию ударную голову, да? Вообще, как относишься к физиотерапии, ты меняешь ли ее на какие-то этапы подготовки, чтобы восстановиться и так далее? Я думаю, что это очень важный момент, дело в том, что постоянный стресс на мышцы, он закрепощает мышечный корсет, и я чувствую, что мышцы иногда зажаты. Я просто один раз внука не предложил врачу идти, просто посмотреть, дать рекомендации, ну, в таком дружественном характере, то есть, я пришел, положил на стол и просто мне нажимал, начал нажимать на точки, и я прям почувствовал, как у меня просто в этих моментах мышцы спазмированы, то есть, я в расслабленном состоянии, но у меня мышцы спазмированы. И он просто расслабил, нажал, там, крутил меня, там, куда-то голову дернул, сделал эту ударно-волновую терапию, я почувствовал, что я прям расслабился, позвоночник расслабился, спина расслабилась, и я понял, что это действительно очень важно. К сожалению, просто Москва большой город, и большие пробки не так достаточно времени всем этим заниматься, но я, безусловно, это бы рекомендовал делать. Кстати, могу добавить, недавно с нашим АППРО Алексом Федором я разговаривал, он говорит, что он два раза в неделю делает массаж, а раз в неделю ходит к кинезеологу, по-моему, так он сказал. То есть, для того, чтобы снять клепатуру с мышцами. Ясно, ясно, спасибо. Ну, и такой тоже вопрос. Вообще, среди вот нашей номинации Мэнс Физик постоянно такая ситуация, то, что по какой-то причине нас приравнивают к людям нетрадиционной ориентации, ну, то есть даже от зарубежных каких-то спортсменов, то есть постоянно идет такая тенденция. Вот твое мнение, почему так складывается все? Ну, на самом деле, она уже сходит на нет, эта тенденция. Дело в том, что, ну, представь, ты большой бодибюдер, 10 лет набрал мышечную массу, погубил своего здоровья, и тут выходит парень, который тебе в сыновья годится, полгода он покачался, он стоит на той же самой цене, он получает ту же самую медаль, что и ты. Естественно, у тебя возникает желание, что-то, блядь, что за херня такая, почему я там вколол, столько 10 лет, а пацан какой-то получился то же самое, что и я. Естественно, они начинают как-то дискредитировать, типа бодибюдеры все такие, это же закалка старой школы, формат такой все-таки мега-бруталый, там нереальный. Да, то и пацаны молодые, у них еще один из критериев оценки является внешний вид, то есть симпатичное лицо, прическа и так далее. Как вообще в бодибюнге может лицо и прическа оцениться? Ну, раз оцениться причем и прическа, значит, все они нетрадиционной ориентации. Вот логика примерно такая. Естественно, это абсолютные глупости, и так могут думать люди только совсем недалекие, вот, но, слава богу, это сейчас ходит уже на нет, потому что именно парни, выступающие в дисциплине мэнс-визика, девушки, выступающие в дисциплине фитнес-бикини, они мотивируют подавляющее большинство людей ходить в зал и выглядеть так, как выглядит детально. Поэтому я думаю, это никогда, конечно, не пройдет, безусловно, но будет уже не столь, скажем так, значимым, как было раньше. Ну и заключительный такой вопрос, в общем, я тебе его уже задавал, но озвучим его для зрителей нашего канала. В общем, вот как ты считаешь, для бодибилдера, вот мы знаем то, что в пауэр-лейтинге, вообще в атлетике тяжелой, там очень четко расписана периодизация, то есть тренер, вот он пишет там ровно столько-то тех подходов, нужно сделать столько повторений, через столько-то закончить, все очень жестко. Как вот для бодибилдера, ты считаешь, должна быть жесткая такая периодизация строго расписана? Ну, дело в том, что, к сожалению, такой вид спорта, как бодибилдинг, он практически не изучен с врачами, да, если это олимпийский вид спорта, например, это тяжелая атлетика, то там существуют целые научные, как бы, институты, которые занимаются в основной подготовке атлетов к соревнованиям. И, скажем так, их методики тренировок, реализации, они отработаны на группах, на различных, на экспериментах. В бодибилдинге этого практически нет, это не олимпийский вид спорта, и никто не занимается, поэтому никто не отрабатывает на каких-то там группах исследований, да, когда берется там две-три группы, одним одна нагрузка, другая, другая, другая третья, да, и смотрит, у кого лучший результат. Вот, поэтому, безусловно, реализация там должна присутствовать, да, потому что организм не может, как бы, в одной фазе все время работать. Нужно напрячься, отдохнуть, там, расслабиться, увеличить инстинность, снизить интенсивность, это все есть. Но сами именно методики тренировки, реализации, они каждый клеток подбирают сам под себя и просто исходя из своего личного опыта, потому что, ну, он чувствует, просто, что на нем лучше работать, что хуже. Но, к сожалению, именно какие-то книги для бодибилдеров с научно подтвержденными данными, их практически нет, либо в один год ты читаешь одни данные, через два года ты уходит в опровержение, и путь, что нет, так неправильно, нужно совсем по-другому заниматься. Поэтому, к сожалению, в нашей методике в спорте люди больше всего на свои личные ощущения, как в городном кузбе полагаются, чем на какие-то научные данные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова